коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем такую тему как отбор фаворитов на домашке для ребят которые торгуют криптовалюту наиболее актуально нередки такие ситуации когда поводырь как главенствующая дак от фигура показывает нам предполагаемое наиболее вероятное направление дальнейшего движения и множество инструментов стоят в сторону движения поводыря то есть на криптовалюте это bitcoin на форексе можно следить за поведением индекса доллара и делать какие-то предположения о дальнейшем движении там валютных пар например если индекс доллара смотрится лангово то валютные пары вида там евро доллар пункт доллара или там австралиец новозеландец к доллару будут смотреться шартово и обратные котировки там японская иена франк они будут смотреться наоборот лангово то есть по поведению поводыря мы можем предполагать наиболее вероятное движение инструментов ну и к примерчиком сейчас перейдем небольшое напоминание хочу напомнить что происходит в данный момент набор на первый поток на площадке картеля на мой курс если интересно заходите старт уже скоро я думаю через две-три недельки уже будем начинать будет интересно ну и по примерчиком пробежимся по теме на занятия на понедельник целом смотрелись неплохо шорты много инструментов выглядел неплохо как гадкий утенок монетка и относительно вот этой точки остановки откуда пошла у нас такая глубокая коррекция и мы подходили обратно к уровню касание не было но общее направление в целом совпадало с направлением битка и по многим другим монеткам что здесь плохого почему в целом монетка попадает на лист но работать ее в данном случае не получилось если заглянуть внутрь движение понедельника то картинка следующее мы неплохо так подходили в каком-то канале да и входа точки входа вблизи дневки просто не было то есть мы полетели издалека я такие сделки не захожу я всегда оцениваю мало влатили чем других монетках покажу и вот такая ситуация когда в целом домашка отрабатывает направление отрабатывает но отсутствует точка входа поэтому ну как бы отследить можно но участвовать сделки навряд ли получится посмотрим других представителей все то же самое направление едино уровень девочка изначально 744 по вот этого бара тоже с которого была коррекция и несколько дней здесь попадала монетка на шартовый лист но такая ситуация что мы первый раз сделали ложный пробой и потом уже к этому ложным пробоя у нас получилось на торговка то есть инструмент далеко не отходит волатильность спала и вот если здесь заглянуть внутрь то мы увидим совершенно другую картинку то есть инструмент дневку распилили но вот к хвосту ложного пробоя подходили очень даже неплохо и после пробоя нам немного квадратно и лимитки кажутся везде но самое главное чтобы реакция была в правильном месте данном случае пробой издалека либо с ретеста либо здесь в продолжение тоже неплохо смотрелась она то есть два варианта захода по одному общем направлению движения монетка hbar все то же самое на домашке short тоже я я всегда отмечаю вот эти хвосты не глубоких ложных пробоев когда до них нет запаса хода и можно по ожидать точку входа именно от хвоста ложного пробоя особенно когда происходит пробой издалека на импульсе то ретесты частенько бывают к хвосту ложного пробоя к дневки не пускают данном случае получилось следующее то есть здесь дневку немного подраспилили возросла волатильность да и могу немножко подразмотать но вот когда успокоилась и если заходить относительно хвоста ложного пробоя в продолжение то здесь стопик всего пол процента и можно спрятаться аж за дневной уровень то есть прикрыться крепким местечком аналогичные ситуации на других монетках были когда здесь монетка сей она давала и сразу заход и далее была неплохая такая на торговочка на срыв на 5 минутки неплохо постояли в продолжении то есть здесь не успели можно заходить пробовать дальше единственное если мы заходим дальше от цены закрытия мы должны оценить сколько уже пройдено и если дальше у нас запас от ара для того чтобы забирать отель профит если да то под допустим а если нет то необходимо пропустить либо сопровождать на случай если начнут закручивать обратно убегать убегать быстро 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 сую монетка то же самое ложный пробой дальнюю торговочку кто не успел появилась лимитка в воздухе можно поработать либо далее уже на срыв ну и самый главный фаворит сделочка участвовал монетка xlm на телеграм канале крипто картель картиночку сбрасывал было это вот так в момент публикации и монетка стояла с тех пор на шорт прекрасные стрелочки означают повышенную уверенность в дальнейшем направлении движения то же самое малая галатильность на подходе хвостик ложного пробоя отмечен и очень хорошее плотное движение которое продолжается у нас по сей день уже третий день происходит движение и здесь вход относительно дневки из узкой на торговке полпроценте кастов даже меньше там получилось и хорошее плотное такое движение такие позиции когда вот долго долго копит инструмент можно держать несколько дней там переносить стопик без убыток в данном случае да у нас после падения сформировался первичный откат если за него спрятать стоп лосс можно пробовать инструмент потянуть но опять-таки я рекомендую не отдавать в рынок существенное движение то есть если мы там 100 пунктов сходили то отдайте 25 30 обратно а если инструмент продолжает откатываться глубже то сделочку необходимо закрыть и лучше посмотреть перезаход где-нибудь повыше то есть здесь может сформироваться картиночка например такого плана то есть нас подкинут наверх и здесь где-нибудь дадут точку входа на перезаход в продолжение движения например в пробой либо нас подкинут к дневке на ретест как это было наш бар и здесь и получился откатик собрать небольшой и касание вот единственное только не было поэтому в продолжение сделочки не получилось а так тоже пока движение продолжено самое главное если множество инструментов на домашке стоит в одном направлении оцените некоторые факторы самый важный это недалекое закрытие от уровня то есть мы в день пробоя не должны долго идти к уровню это будет плюсом и мало велатильности в момент принять торговое решение для того чтобы не ставить какие-то далекие стоп-лоссы потому что стоп-лосс будет далеко то и тейк будет далеко и не факт что нам этот тейк в торговый день дадут так как интердей захода все-таки подразумевается закрытие внутри дня сделки то базовыми условиями будут являться и на короткие стопы и короткий тейк они растягивать позицию во времени потому что могут втащить обратно та же самая крипто она непредсказуемая какие-нибудь новости кто-то что-то где-то сказал и полетели летать мимо тейк профитов обратно там к точкам входа в без убытки либо в стоп-лоссы будут вытаскивать на сегодня все всем удачи пока пока а